Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков от компании Тикмилос, имя я Артур Идиатур. Прежде чем мы перейдем к аналитике, хочу ознакомить вас с нашими предложениями. Во-первых, это акция МФП машина от нашей компании. Собственно, тут ничем не нужно рисковать, просто нужно попытаться угадать, что будет с евро-долларом после выхода отчета МФП. Как вы знаете, у нас выходит во первую пятницу каждого месяца и получается нужно просто сделать прогноз, вписать курс евро-доллара на момент, когда выйдет МФП. Если ваше предсказание будет наиболее близким, или вы попадете в яблочко, ну, если вы попадете в яблочко, можно получить 500 долларов на реальный счет. Если будет самый близкий прогноз, можно получить 200 долларов. Еще раз повторюсь, ничего не нужно вкладывать, это безрисковая, будем так говорить, ставка. Вы можете попытаться удачу и заработать. Единственное, что нужно сделать, это зарегистрировать счет и после этого откроется возможность, доступ, чтобы сделать ставку. Значит, ссылку я прикреплю в описании к этому видео. Также вы можете ознакомиться с такой вот интересной статистикой, которую мы выкладываем на самых успешных, а наиболее эффективных трейдеров в нашей компании. Значит, называется статистика трейдер месяца. Каждый месяц у нас есть, получается, участники, некоторые трейдеры, которые хорошо зарабатывают, которые показали максимальные результаты. Вот можно видеть, что участник трейдер в июле этого года заработал 172 тысячи. Самый интересный момент из этой статистики, что вы можете почерпнуть, почему это интересно, это выписка по счету. Вот если вы откроете, перейдите, получается, на страничку, которая описывает, рассказывает о победе, о победах этого участника. Тут вот открываются, получается, его торговые сделки, из которых можно очень многое почерпнуть. Что он ставил, какую он, возможно, использовал систему, был ли там, он играл, торговывал или на импульсе, или какой-то другой стратегии, придерживался, был ли это скальпинг или свинк торговый. В общем, очень интересная статистика, которую, я считаю, нужно исследовать. Ссылка будет также, собственно, в описании. Ну, значит, мы переходим, собственно, к аналитике. Сегодняшнее мое внимание привлекла статья, опубликованная Рейтер. Значит, в ней описывается, что чиновник Белого дома, высокопоставленный, сообщил вот Рейтер, что несколько, некоторые из демократов, некоторые из республиканцев, то есть представители обоих партий, они, у них есть серьезное стремление, серьезное намерение, да, получается, чтобы договориться о меньшей фискальной сделке. То есть они считают, что крупный пакет фискальной помощи, который обсуждался после истечения программ в конце августа, получается, он уже не нужен, можно меньше, как бы, получается, занять, чтобы потом направить это в экономику. Значит, по мнению вот этого чиновника, который, естественно, не называется, да, он остается анонимным, значит, раздаются голоса по обе стороны баррикад, то есть со стороны демократов, республиканцев, которые, как бы, пытаются тянуть каждое одеяло, ну, каждый из партий пытается тянуть одеяло на себя, да, чтобы выиграть более, получается, выгодные условия, то, как будет тратиться эта помощь. Вот, значит, этих голоса не раздаются по обе стороны баррикад, и при этом и в Палате представители есть, как демократы и республиканцы, так и в Конгрессе есть сенаторы, которые, вот, считают, что разумно ограничиваются сделкой, которая будет меньше озвученной разы. Вот здесь называется сумма уже в 500 миллиардов долларов. Я напомню, вот, в начале августа демократам сначала озвучилась сумма в 3 триллиона долларов, а республиканцы хотели меньше, получается, меньшую, меньшую фискальную помощь, получается, оказать экономике. Вот, они не могли договориться, у нас вот возникла эта пауза, которую мы обсуждали с вами вот в предыдущем нескольких видео, да, и вот говорю, что эта пауза, она вот вызывает сомнение у того, смогут ли они вообще договориться, и о чем они договорятся вообще, получается, да. И сейчас появляются вот такие подробности, что уже о триллионах долларов не идет, как бы, разговор о поддержке экономики, уже сумма называется более скромная, это вот, как мы видим, 500, получается, миллиардов, и что самое интересное, ее планируют потратить на финансирование почтовой службы США, ЮСПЕС, который там испытывает какие-то финансовые трудности, и это пойдет на зарплатный кредит для малого и среднего бизнеса США. Собственно, как мы помним, предыдущая реформа, предыдущая фискальная поддержка в 3 триллиона долларов, да, которая вот с подачки демократов, вот она была одобрена, значит, она прежде всего была направлена на вот эти стимулирующие выплаты специальные единоразовые, на увеличенные пособия безработица со специальными надбавками, и именно эти две меры, они вот сильно, существенно, ощутимо подстегнули потребительские расходы в США, и вот мы видели вот эту впечатляющую всю статистику, получается, летом, вот в периоде с мая, получается, по июль. Сейчас же растет вероятность, что они не будут включены в новый, вот этот фискальный пакет, в новый, получается, фискальной помощи они включены не будут. Вчера, кстати, вот Walmart, вот этот шоппинг, да, получается, МОУ, да, крупнейшая сеть вот этих шоппинг, МОУ, она предупредила, что без повторных единоразовых выплат, из-за которых у них очень хорошо шли в продаже в мае, в июне, в июле, без этих, получается, выплат стимулирующих повторных потребителей, потребление, потребительские расходы ждет шоп, нужно к этому готовиться. В общем, вот так она разочаровала инвесторов, разочаровала рынки вот таким вот заявлением. Как я уже сказал, в предыдущих обзорах мы обсуждали, что вот эта пауза в переговорах по фискальной сделке, которая сейчас длится, продолжается до сих пор, она увеличивает риск того, что рынки, доллары, фондовые рынки, они сейчас закладывают немного не ту информацию, немного не тот размер фискальной сделки, вот этой помощи, которая должна стимулировать экономику. И, собственно, тайминг вот этой сделки, то есть когда она будет одобрена, может закладываться рынком неверной информацией, потому что вот есть пауза, есть вот эта неопределенность. Пока что у нас вот такое вот затишье. Мы видим, несколько дней у нас продолжается рост, но очень слабо получается, вот колеблется, получается ежедневно там, ну, в пределах половины процента, если происходит рост. То есть рынки находятся вот в ожидании, да, фондовые. И это вот мы ясно видим. Из учетного вот этой поступающей информации, да, от этого неназванного чиновника, да, который говорит, что размер помощи может быть не таким, как ожидают рынки. Вот вероятность такого исхода, да, что рынки будут расстроены, собственно, но вот этими детальными итоговыми того, сколько будет потрачено, собственно, на правительственную экономику снова, это может негативно, это может быть негативным сюрпризом, и вероятность такого исхода растет. Нужно иметь это в виду, нужно к этому быть готовым. Значит, а теперь я хотел бы рассмотреть, собственно, цепочку эффектов, почему мы говорим о фискальной сделке, я так много ей внимания посвящаю, почему нужно на этом заострять внимание, да, как это вообще связано с рынками, как на это инвесторы могут отреагировать, как вот эта цепочка эффектов в конечном итоге, да, она приведет к тому, что рынки, да, они, ну, на основании вот этой информации, почему они должны быть чувствительны, получается, какая-то информация по фискальной сделке. Значит, во-первых, да, нужно заметить, что то, что размер вот этой фискальной помощи, размер нового фискального пакета, да, получается, он напрямую влияет на то, сколько правительство США, оно будет занимать на рынке, то есть объем заимствований какой-то будет произведен. Если будет, получается, большая вот эта, большой пакет помощи будет принят, то, естественно, правительству нужно будет как-то финансировать это, и объем вот заимствований, активность правительства как заемщика на рынке, она будет высокая, да, как бы ясно, что, чтобы потратить больше, нужно занять больше, да, потому что он доходы ограничены. И, как бы, вот, и наоборот, если, получается, размер помощи будет маленький, как бы занимать много не придется. И вот этот уровень и интенсивность заимствований правительства США, они будут определять поступление крупной порции предложения государственных облигаций, то есть правительство будет выпускать облигации, чтобы, собственно, профинансироваться в этой фискальной помощи. То есть предложение, получается, вот этих бандов, трежерис, облигаций казначейства на рынок, оно будет определяться тем, сколько правительства нужно занять, сколько они собираются потратить в виде фискальной помощи. Вот такая вот связь у нас есть. Но вот это поступление предложения, которое зависит от того, какой будет размер фискальной сделки, неясно, как рынок сможет абсорбировать это предложение безопасно для рынка, чтобы рынок остался стабильным, чтобы вот эта доходность по облигациям, давайте мы возьмем вот бенчмарк, получается, бенчмарк доходность десятилетних казначейских облигаций. Мы видим, да, то, что она у нас долгое время здесь снижалась, да, получается, доходность, когда она снижается по бандам, стоимость их растет, то есть другими словами происходит у нас рост, получается, стоимости казначейских облигаций, доходность она у нас, видно, вот в затяжном падении, и если, получается, у нас будет приток, крупный приток предложений облигаций на рынке, казначейские облигации на рынке, собственно, когда у нас растет предложение, цена, получается, падает. Будет у нас, получается, возможно, такой всплеск доходности, если что-то, если придется очень много занимать, да, получается, это невыгодно, потому что каждое следующее предложение, которое, ну, бандов, которые правительство будет организовать, оно, как бы, за него будет меньше денег поручать. И это невыгодно. Нужно как бы постараться, чтобы как можно дороже, по сути, продать свой долг. Правительство тоже как заемщик получается, ему выгоднее продать дороже, получается, свой банда, а для этого нужно как бы вот держать, получается, доходность на низком уровне, да, желательно. И чтобы это сделать, естественно, возможно, потребуется помощь ФРС, чтобы она активизировалась на рынке облигаций как покупатель. И так мы видим, что вот эта цепочка, она продолжается дальше, и она захватывает, получается, уже планы ФРС по покупкам облигаций с рынка, по тому, как будет расти ее баланс, да, баланс активов, как активы на балансе будут, получается, расти у ФРС. Собственно, эту цепочку можно продлить как бы и дальше, да, если вспомнить, что когда у нас ФРС покупает облигации, казначейские облигации с открытого рынка, она или увеличивает коммерческие избыточные резервы банков, то есть увеличивает ликвидность в банковской системе, либо она увеличивает денежные остатки на руках населения, то есть у частных инвесторов. Если ФРС скупает облигации у частного инвестора, то происходит обмен, да, инвестор получает на руки денежные средства, а ФРС, собственно, получает на баланс облигации. Собственно, при покупке у частных лиц происходит рост, по сути, денежного предложения. Вот, и если мы посмотрим на то, что у нас происходило вот в недавнее время, как у нас изменялось S&P 500 и что у нас происходило с денежным предложением. Вот здесь синие кривая, это у нас денежное предложение, как мы видим, да, кривая. Как она изменялась? Здесь начал у нас происходить вот рост, да. Был у нас, получается, примерно здесь в стабильной фазе примерно в 6,84 триллиона долларов, да, затем он начал расти и вот сейчас он составляет уже почти 9 триллионов долларов активно на балансе ФРС. И вместе с этим, как мы видим, действительно происходило вот это впечатляющее, уверенный рост, уверенное восстановление, уверенный вот этот отскок получается на 500, и мы видим, что действительно с каждым резким увеличением денежного предложения до синие кривой у нас может происходить, и рынок у нас будет, ну, фондовый рынок, да, мы говорим, фондовый индекс, они у нас также реагируют на это очень сильно. Почему? Потому что соответствующее увеличение вот этого денежного предложения, ну, оно, как бы, с другая его сторона, это увеличение облигаций на рынке, да, увеличение вот этих казначейских, получается, облигаций, да, о которых мы говорим. И что это означает? Относительно облигаций акций становится меньше, поэтому это стимулирует инвесторов на то, чтобы гоняться с доходностью, искать доходность, это стимулирует инвесторов перекладываться из облигаций в акции, да, потому что они становятся более привлекательным средством вложения, потому что падает у нас реальная доходность, получается, из-за действий ФРС, и поэтому у нас выгодно становится вкладываться в другие альтернативные классы, активов, несмотря на то, что, как бы, риск, возможно, остается высоким, да, потому что, как бы, ну, соотношение риска и доходности в данном случае меняется, если у нас перспективы доходности падают по бандам, и при этом риск остается тем же самым в акции, то выгодно, как бы, переложиться в акции, потому что, ну, относительно бандов становится выгоднее, да. Вот так у нас эта цепочка, получается, эффектов, да, которые, мы говорим, она распространяется уже на фондовый рынок, на фондовые индексы, то есть с ростом денежного предложения, если это, если оно будет происходить очень сильно, если ФРС будет участвовать в скупке вот этих облигаций, получается, которые будут упускать правительство, будет, возможно, происходить рост денежного предложения, рынок будет дальше реагировать на это, получительно фондовые индексы. Ну, естественно, рост денежного предложения, это рост доллара, предложение доллара, это, естественно, других валют, это значит, что можно ожидать, что более слабый доллар будет как раз-таки из-за того, что если правительство придется много занимать, будет резкий рост предложения облигаций на рынке, ФРС начнет скупать, увеличить денежные предложения, и это все проведет к тому, что доллара станет больше и относительно других валют. Для доллара это будет, естественно, большее давление, да, это будет потенциал к дальнейшему, получается, снижение. Вот такая вот, если в голове это все держать, можно понимать, почему такое внимание, почему очень много обзоров и времени, я выделяю тому, чтобы обсуждать, что же у нас произойдет с фискальной сделкой, что же у нас примут, получается, чиновники, ну, о чем они сойдутся, о чем они договорятся, почему на этом вот нужно держать свой фокус. Вот, это все, о чем я сегодня вам хотел рассказать, если у вас есть какие-то либо вопросы по сегодняшней теме, по сегодняшнему обзору, да, если вы что-то хотите уточнить, пожалуйста, вы можете писать это в комментариях, я с радостью на это отвечу. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, не скупитесь на лайк, я буду... Вы можете меня благодарить таким образом, можете также поделиться данным видео со своими друзьями или коллегами, я также буду этому очень рад. Вот, и, ну, все, да, как бы это все, о чем я сегодня вам хотел рассказать. Увидимся с вами, получается, в пятницу. Всего доброго.